а салам алейкум до старт вы на канале спорта mkz меня зовут даньяр каримжа мы говорим о самых интересных спортивных событиях минувшей недели и о том что нас ждет в ближайшее время и так в алматы состоялся большой вечер профессионального бокса как мы говорили в нашем предыдущем выпуске организатор ивента компания to cash boxing promotion подарил зрителям настоящий праздник на ринге 1 ноября выступила сразу 14 пар боксеров условно этот турнир мы разделили на две части первой половине выступили молодые перспективные казахстанские боксеры которые только делают свои первые шаги в большом мире профессионального бокса а вот во второй части в майн карте уже выступили полуфиналисты глобального масштабного проекта mtk global казахстан golden контракт из того что было в первой половине думаю стоит выделить сразу два поединка во первых михаил коханчик тот самый молодой боксер который одержал сенсационную победу над жанебеком алимханулы в 2017 году чемпионате казахстане в полуфинале который проходил в городе шимкент просто бомбически стартанул профессионала он одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над опытным у алиханом бисенкул вы который на тот момент имел в рекорд в 10 боев 10 побед и одно поражение причем все свои 10 побед у алихан одержав досрочно нокаутом михаил кстати представляет вполне себе боксерский городок рудный который находится в кустанайской области именно из рудного вышли такие маститые бойцы как двукратный призер олимпийских игр чемпион азии чемпион азиатских игр иван дычко ну и конечно же антон пинчук который также выигрывал и чемпионат азии и азиатские игры но я думаю что у михаила после такого яркого дебюта вообще показал очень классный бокс очень зрелый умный холоднокровный я думаю что михаила ждет большое яркое спортивное будущее вполне возможно что мы увидели новую будущую звезду казахстанского бокса второй поединок который стоит особняком в нашей программе это битва между рустамом рустамовым и бахдатом уайдаевым эта встреча прошла в рамках второго полулегкого веса до 59 килограммов до начала этого поединка ряд алистов говорили о том что рустам рустамов вполне вероятно выглядит более фаворитнее в этой встрече почему потому что на любительском ринге рустамов становился чемпионом кубка президента казахстана и выходил в финал всемирной универсиады где кстати в решающей битве он проиграл чемпиона мира из россии сергею водопьянову а вот бахдату айдаев проводил на профессионалах свой второй поединок он стартанул 24 августа здесь же в алматы в поединке против знаменитого бойца по смешанным единоборствам жумана жумабекова и одержал там победу в этой встрече бахдат уайдаев выступил выше всяческих похвал блестящая уверенная победа а самое главное это план на бой и тайминг с которым отработал бахдат уайдаев в этом поединке принесли ему конечно же безоговорочную победу которая стала второй в его только начинающейся профессиональной карьере и так майн-карт главные поединки вечера профессионального бокса полуфиналы проекта mtk global казахстан golden contract у нас как вы помните две весовые категории до 59 до 69 килограммов в каждом из полуфиналов ребята бились за чемпионские пояса wbc азия wb o asia pacific победитель турнира получает сразу тройной бонус во-первых объединяет своих руках два чемпионских титула получает солидную денежную премию в подарок и наконец подписывать полноценный контракт с менеджерской компанией mtk казахстан если пройтись по полуфинальным парам то итог был следующим торганбек амиров выиграл у нурбалата бекбауа в драматическом поединке которым наверное до финального гонка было сложно отдать преимущество кому-либо из бойцов и вышел в финал где его ждет алматинец алимжан турсу он свой бой выиграл досрочно у беки это кожабекова надо отдать должное сопернику бился парень достойно но после четвертого раунда не смог продолжить поединок уж слишком был хорош в этот вечер турсунов теперь в весовой категории до 59 килограммов нас ждет яркий финал алимжан турсунов против торганбека амирова в супер полусреднем весе яросыл окранбек и нурбал султанбай выдали крутейший поединок где победу можно было дать как в одну так и в другую сторону но судейская коллегия которая отработала выше всяческих похвал вынесла верни финал выходит нурбал султанбай где его уже ждет битва против мираса ертанова он выдал настоящую войну в ринге с дарыном и махановы это был бой посмотрев который каждый из фанатов получит настоящее эстетическое удовольствие и так финал весовой категории до 69 килограммов мирас ертанов нурбал султанбай продолжение боксерской тематики хотелось бы сказать еще об одном турнире который прошел на день раньше 31 октября в отрау казахстанские боксеры просто прошлись катком по соперникам из африки конечно же уровень оппозиции желает оставлять лучшего но к ребятам к ним претензий быть не может никаких потому что это спортсмены делают свою работу и делают они и очень классно во первых на профи ринге дебютировали данила семенов наши боксеры олимпийца блайхан жусупов весовой категории до 69 килограммов и чемпион мира 2019 года бигзад нурдаулетов свои вторые поединки на профи ринге проводили бег нурмагомбет чемпион азии он кстати в этом году перешел только в профессионалы и евгений павлов который также свой второй бой на профи ринге проводил всех казахстанских боксеров я поздравляю с этой победой и желаю дальнейших успехов в карьере и так друзья давайте теперь поговорим о самом популярном и массовом спорте порт которым называют наверно номер один в мире это футбол обо всем этом вам расскажет наш коллега футбольный блогер саня торпеда ассалам алейкум друзья казахстанский футбол рождает нового чемпиона если последние 6 лет пальму первенства никому не отдавали столичные футболисты то в текущем сезоне гегемонию астаны прервал алматинский кайрат для команды из казахстанского мегаполиса успех в текущем году это третье чемпионство за годы независимости поздравляем всех алматинцев и особенно главного гостя нашего прекрасного города главного тренера кайрата алексея шпилевского критиковали мы лёшеньку критиковали да вот лёшенька разродился ну что же желаем успеха в дальнейшем и главное не ударить грязь лицом на европейской арене в следующем сезоне тем паче астана на протяжении пяти сезонов достойно представляла девятую по величине страну мира футбольных соревнованиях старого света что касается астаны то нынешний сезон для коллектива из нурсултана сложился мягко сказать неоднозначно клуб с резком вылетел из еврокубках растерял шансы выйти победителем во внутреннем первенстве надеемся легенда московского спартака андрей тихонов сможет встряхнуть астану провести анализ внести коррективы и мы снова увидим конкурентно способную команду из ел орды целом нынешний календарный сезон нельзя назвать полноценным то главные действующие лица футболе да друзья как это не парадоксально они сами футболисты а болельщики ради которых и проводятся турниры высокого ранга также в ближайшем будущем смотрите на канале спорта мкс безумный футбол о казахстанском футболе и не только с вами был саня торпеда подписывайтесь на канал ставьте лайки друзья еще одно событие которым хотелось бы рассказать казахстанский промоушен по смешанным единоборствам найза файтинг чемпион шип вошел в тридцатку ведущих лиг мира такие данные приводит знаменитый портал mma oracle так вот в эти выходные 7 ноября в актау nfc проводит свой очередной уже 25 по счету турнир здесь конечно же нас ожидает очень яркий красочные бескомпромиссные поединки в одном из них пожалуй одна из нынешних главных звезд лиги нурбек кавдрахманов проведет поединок против улана тамгабаева еще один бой о котором хотелось бы рассказать это дебют в смешанных единоборствах знаменитого казахстанского борца вольного стиля многократного чемпиона казахстана победителя и призера многих крупных республиканских и международных турниров тяжеловеса дмитрия попова соперник у димы очень серьезный это четырехкратный призер чемпионатов мира по боевому самбо сергей зубков представляющий караганды я желаю всем ребятам хорошего выступления побед и главное без травм мы с вами не прощаемся говорим до свидания до скорой встречи а салам алейкум доста